День добрый! На связи МКОВАЦКИЙ! Сегодня мы продолжаем с вами проходить замечательную, интересную, прекрасную игру под названием Crash Bandicoot. Сегодня у нас с вами будет 12 уровень, Sever or Later. Ну, игра слова, кстати, неплохая, Sever or Later. Ну, поняли меня, я думаю. Тут у нас поджидает, как я вижу, два белых кристалличика и один обычный. Я думаю, проблем у нас это не вызовет. Скорее всего, какой-нибудь Hardway будет. Может, цветная гема, но мне кажется, что, скорее всего, Hardway. Давно у нас не было Hardway, но хотя, не знаю, посмотрим. Да, наш самый любимый уровень канализационный. Да, мне нравятся такие уровни. Они очень атмосферненькие, неплохо проработаны по цветовой гамме. Даже вот сейчас глаз приятно радует. Вот он, вот самый сварщик, который вам обещал показатель. Кстати, звуки знакомые. Помните, в первой части уровня Lab, когда мы там скидывали вниз этого чувака, да? Он так же включил, та же самая озвучка. Так, ящики. А-а-а-а-а-а! Фух, серьёзно, мы выжили. Долг на них стоять не надо, они по доволу уходят. Кстати говоря, угля прибить нельзя здесь. а желтая гена значит все-таки будет все-таки будет не хардвай так понимаю желтая ела ну давайте совсем разберемся и погнали на бонусную дорожку даже озвучка другая обратно мы сможем нет но в принципе она не лишена логике видите желтое все время здесь нам падать вниз противопоказан принципе через желтую гему логика есть некоторое а вот и открутил собственно говоря надеюсь там нас обратно телепортирует или как потому что нет не хотелось бы выходить сейчас я хочу все-таки уровень до конца до пройти взять обычную а до нас или партия тут нет секретах выходов так но это нас куда-то так понимаю еще телепортировала в принципе там никаких камешков так понимаю нет дать назад погуляемся куда-нибудь сломать у нас поджарила мы на чек не становились никакой но нормально как положить предыдущего да вот отсюда прекрасно там да ладно мы врезались ладно сказать распилил у нас хотят он не так же быстро вращается но я сделал специально чтобы понимаете посмотрите проскочить а вот те быстро они крутятся там надо будет его ломать ну вы поняли бросать туда этих давай вари вроде показался мужик то нам вреда не причиняет просто там варит трубу просто нам настраивать сварку что ли или как-то подготавливают ее до смотрят там адаптируется просто берет там варит трубу да а там опять что-то проверяет обратно сейчас он берема убивает но закручиваем вверх обратно вот такой вот парадокс да мне нравится такой вот уровень локация вот знаете есть стимпанк так называем там паровая тема до продвигается трубовая тема не такая тема какой-нибудь канал панк называть правильно так вот есть прыгать на них прикольно как мы их сделаем осторожно на пропрыгали все десять а ну логично очень сложно то неплохие уровни кстати говоря мне они нравятся правильность никаких не вызывает с вами ну в принципе все решается довольно просто 1 укинули он его разбил сейчас второго ползет мы его кидаем можете на третьем упал мне на эту штуку потому что там подпрыгивать видите он так не пройдет и так можно налететь но собственно говоря от нас сюда вот начинали продолжаем не понял он не поскорили открутили не знаю них нет попытаться можно как у нас сейчас маска будет лучше погнали так то наверное путь поэтому направо тот раз мы на леха или да блин время а это выход из уровня понимаю да ну значит назад идем там выход а там наверно будет как раз нас поджидать кристальчик плюс ящики какие-нибудь к любому ты давай не от нас он толку что ли не обратили внимание я думаю у нас маску да куда нельзя ящик конечно собрать по хорошему да проскочили ладно уже конечно уж так нет они не разбрасываются масками то есть полезно и ценное благо проскочили ну давай раскручивайся видите у нас откидывать если мы чуть-чуть задержимся ну правильно что мы видим нормально зацените я по моему первый раз но один из редких разов точно у нас все все три штучки взяты на 1 где тогда и плохо считают за одно прохождение забил кристалл один за хардвей но даже захоу хатвей а завоят и геймвей все таки желтый как раз предыдущего уровня очень удобно то есть один забросить ящику это просто после чего до одного да мы все сюда все здесь и сейчас потанцуем всегда так там пара по парад по лотар а Да. Видюшка? Ну-ка, давайте посмотрим. Крэш, о боже, я надеюсь, у Кортекса не получится собрать всю энергию на своем заводе. Крэш, у меня появились доказательства, что Кортекс замышляет что-то нехорошее. Да правда, серьезно? Кортекс на своем заводе, он замышляет что-то нехорошее. Ну, не забываем, Крэш, такой довольно в этом плане, но не примитивный зверек, просто, я как уже говорил, вот эта машина, на него подействовало двусмысленно. Эвол Варей, луч, которому облучили в первую часть, когда он, собственно говоря, избежал, как вы помните. Так что, вот такой вот парадокс, да. Ну, в принципе, с другой стороны, может быть, это и правильно, в том плане, что игра, все-таки, в частности, довольно неплохая для деток, я бы сказал бы, это одна из таких вот игрушек, которые бы я порекомендовал бы деткам, да, детишкам, ну, на нарастающем поколении, скажем так, потому что ничего тут злого, плохого я не вижу, позитива, масса интересного, да. Так что, в принципе, нормально. И, опять же, для мозга, я думаю, игрушка тоже полезная, но внимательно сообразительность, ловкость. Неплохая, я бы сказал бы, да. Так что, вот, для детишек, так вот, простенько объясняю, чтобы они поняли все это. Вот мы с вами, взрослые детки, да, мы все разбираемся, все эти возейки, ходы, но детишки, может быть, не везде будут сразу все понимать. Так что, тут такое простое объяснение. Ну, а мало ли кто, может, подумает, что Кортекс что-то хорошее задумал. Ну, ладно, не суть. На связи был МК Абаски, всем спасибо за внимание, мы продолжим с вами в следующей части. Всем пока. Продолжение следует...